Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бурсыновский. Я сейчас хочу рассказать про методику школы, как она изменилась за последние годы. Не секрет, что школа работает с 2013 года, то есть чем она отличается и что у нас происходит. Это видео ссылка. Внизу под видео вы найдете ссылку на эту статью. Начну я вот с этого. Вот здесь вы найдете видео, и если промотать записи, то ребята школы пишут, вот я сделал сайт, переделал СПХП, я нашел работу программиста, взяли в банк, работаю 8 месяцев, Александр Галанин. Вот это важно. То есть, если школа помогла изменить жизнь хотя бы одному человеку, то уже было бы не зря. Но на самом деле, с 2017 года такие сообщения начали поступать на регулярной основе. Да, мне понадобилось примерно, считайте, 4 года работы школы, чтобы выйти на этот уровень. Так вот, зачем я сейчас проговариваю это видео? Потому что сейчас полностью изменена методика. Понятно, что изменились цели школы. То есть, цель школы вывести человека в свободное плавание. Человек для меня, ну вот считайте, проще как корабль, да, которого надо оснастить, то есть, дать первичные знания, дать понимание и оттолкнуть от берега. Чтобы человек мог двигаться самостоятельно в таком прекрасном мире, как программирование, осуществить свои мечты, осуществить мечты других людей, которые ему заплатят деньги и закажут свои проекты и так далее, и так далее. Давайте я прокомментирую и расскажу основные моменты. Вы потом прочитаете статью и переосмыслите, а я просто поясню. Значит, переходим на методику сайта Kotlin в Django 2. Сейчас я поясню, что это, вы поймете, что шаг это очень осознанный. То есть, есть новое направление в школе, это Kotlin, Android Studio и блокчейн, которые развиваются совершенно спокойно, но развиваются по определенной методике, о которой мы сейчас поговорим. Методика, которая была применена на сайте Kotlin, зарекомендовала себя великолепно с практической стороны. Например, я увидел хороший код с очень вздумчивым и понятным объяснением от людей, которые 3-4 месяца назад, грубо говоря, вообще ничего не писали. Ну, в данном случае я вот покажу вам домашнее задание. Вот человек действительно выполнил домашнее задание. То есть, обратите внимание, данный человек я показывал... показывал ранее, но покажу еще раз. Дата регистрации 26 июля 2017 года. Прошло несколько месяцев. Сегодня март 18-го. Человек строчит код на двух языках. При этом большинство людей, они мне пишут, да, что, ну, допустим, я стесняюсь пока выкладывать код, хотя не надо стесняться. То есть, многие люди работают по этой методике. И вот это, вот это, действительно, человек пишет, выполняет домашние задания, которые расширяют. В этом и суть методики. Которые расширяют, да. Код красивый, код понятный, он его объясняет. Но не забывайте, это человек всего в программировании полгода. И давайте посмотрим другой момент. Вот я собираю записи, где стоит та же методика, и тот же человек делает домашние задания уже на Python. То есть, и там, и там стоит эта методика. Видите, благодарю. Это он Сашку благодарит. Ее все работает, круто, спасибо. То есть, обсуждают смысл методики. И сначала расскажу просто, чтобы не томить. Смысл методики заключается в том, что вот я, когда буду говорить слово «важно», значит, постарайтесь воспринять на слух и в любом случае отмотать назад видео и еще раз прослушать. Важно. Состоит из двух частей. Первое. Все преподается вокруг функции. Функция – рабочая лошадка. Понятно, что когда человек работает с функцией и изучает в пределах функции типа объектов, то есть все понятия, то он начинает писать реальный код. Так как, в принципе, рабочая лошадка любой программы – это функция. И когда он реально пишет функцию при обучении, он реально применяет те же списки, то есть начинает выражать свою мысль в коде, нечто делать, и он это делает, когда обучается. То понятно, что он сразу учится и архитектуре, он сразу понимает, как создавать проект, и он себя готовит к написанию кода на классах. То есть практически обучение таким способом. Вторая часть. Домашние задания не даются типа повторения, домашние задания не даются как книга, где просто даются довольно неспособные к жизни примеры математическими вещами. Они все бесполезны и неприменимы. И на таких примерах человек не может создать никакие ассоциации в программировании, поэтому, в принципе, степень его обучаемости и обучения равна нулю. Он просто забудет это через день. Так вот. На данной методике я применил следующий подход. То есть мои объяснения – это начало. А дальше я даю задания, которые расширяют. Важно, ребята. Значит, надо обязательно еще раз прослушать и понять. Важно, да. Расширяют тематику. И когда люди сбрасывают домашние задания, то тематика обрастает другими моментами, которые ее дополняют. И приходит полное понимание. При этом, давайте сейчас пройдемся по статье. Ну, к сожалению, ребят, конечно, методика эта пришла ко мне аж через 8 лет. Но, тем не менее, может это и лучше. Почему? Потому что в начале своего пути школа делалась по классическому принципу изучения, допустим, Python. И пошли там по разделам. Эта методика тоже полезна для людей, которые, ну, так далеки от программирования. А у меня, понимают, дети из 6 лет. Поэтому эта методика тоже осталась. Но, грубо говоря, если взять две этих методики, то все работает отменно. Вот то, что я объяснял. В школе методика состоит из двух частей. Это метод объяснения. Вы не видите, я понимаю, что мелко, но это не важно, я же проговариваю. А вы потом прочитайте. Значит, про функцию мы говорили. Второе. Это дополняет материал. Я проговорю вам пример. Вот берем автомобиль. Возьму пример, который, скорее всего, будет доступен большому количеству даже людей, которые не знакомы с автомобилем. Нам надо залить в бачок омывателя жидкость, да, омывателя стекол, лобового стекла. Вы можете рассказать человеку, как это сделать, просто вот на словах. Он это забудет через минут пять. Вы можете показать ему на бумаге. Скорее всего, если он не сведущ, то забудет к утру. Вы можете пойти вместе с ним. И под вашим руководством это он проделает сам. Он это запомнит навсегда. И, главное, сможет повторять снова и снова, без сомнений. То есть, в основу школы заложена методика личного опыта. Личный опыт – это то, что, в принципе, в жизни двигает любого человека. Человек, когда сделал, он понял, у него открываются несколько вещей. У него открывается понимание, потому что он проделал, как это знает, он знает это зачем. И вот в этот момент открывается то, что было закрыто ранее. Смотрите, то есть, большинство людей пришли в язык, и они теряются. А что я хочу написать? Так вот, когда человек начинает проделывать, у него как раз начинают приходить мысли. Это больше похоже, как на автомобиль, который движется в темноте, и фары выхватывают новую-новую дорогу. Так вот, программирование, как и в любой другой области, ничем не отличающаяся, все области одинаковые. Когда человек реально начинает двигаться, ему приходит мысль, открываются перспективы. В школе же я использую такое слово, как «очевидно». Я могу пояснить, что я вкладываю в данном случае, чтобы у нас было с вами одинаковое понимание. Я вкладываю в данном случае такую вещь, что очевидно, это значит, вещь будет достигнута без сомнений. И неважно, в какой области. В данном случае мы ставим основную задачу, чтобы участник мог выращивать из себя программиста. Моя роль сводится к тому, рассказать, что есть что. Помочь участнику научиться читать доки, представлять их визуально, как пример. И направить. Далее человек делает сам. Допустим, в Python уже тоже эта методика применяется. И она в данном случае расположена в группе. Я отправляю ссылку при оплате. Начало здесь. По сути, для людей, которые начали с этого видео, поясняю. Как только вы уже уроки дошли до функций, то можете выполнять все эти домашние задания. Единственное, выполняете сами, а потом только смотрите, что сделали ребята. Теперь, самое важное. Ребят, я рекомендую изучать два языка. И Python, и Kotlin. Информацию, почему и что такое Kotlin, вы найдете по ссылке внизу, в описании видео. И прочитайте. Здесь есть быстрый старт, можно попробовать. Здесь много статей. Но главное не это. Ребят, важно. Я вас прошу сейчас меня услышать. Смотрите. Я понял глубоко, что такое функция, где-то на четвертый год. Нет, ну, понятно, что скептики, сидя там, которые написали три функции, и считают себя программистами, скажут, да... Что там функция и функция? Да нет, ребята. Функциональное программирование настолько широко. Это раз. Второй момент. Каждый язык включает в себя функции, то есть область применения функций с других языков. И, допустим, мне сейчас для изучения нового языка, мне достаточно просто посмотреть, а что они берут где, в функциях, в классах, и мне уже понятно. Понимаете? То есть я легко воспринимаю тот уже язык. И это будет у вас. Ну, для начала надо изучать два языка. Один с динамической типизацией, другой со статической типизацией. Тогда это будет понимание на разнице. Обратите внимание. Вот подтверждение. Я же вам показывал. Вот человек пишет разные вещи. Ну, тут есть код на Python. А вот тут человек пишет код на Kotlin. При этом он и там, и там использует функции. Он использует разные данные. Но при этом спутать что-то в языках, ну, нереально. Потому что вот этот язык, Kotlin и Python, они совершенно разные. Мы пошли дальше. То есть методика работает. Человек сегодня пишет код. И другие ребята школы, ну, которые где-то стесняются, где-то реже заходят и по своем темпе занимаются. Но занимаются. И они мне пишут. Ой, классно. Я понимаю. Так вот. Ну, я увидел в школе и уже дальше движение. Есть ребята. Допустим, Ситушкин Александр пишет программу уже на Java. Мы не даем в школе Java. Но Kotlin это упрощенный Java. Но при этом вобравший себя в мощь кода. Допустим, одна строка важна. Одна строка Kotlin равна 40 строкам кода Java. Разница есть? Есть. Но пишут на Java. Это как побочный эффект. Круто? Круто. Теперь. Дальше вы прочитаете статью сами. Единственное, на что я сейчас хочу заострить внимание. Вот в школе мы изучаем Джанго. И я, когда делал сайт, не делал сайт, недавно написал статью. Да? Не так давно. Как правильно изучать Джанго, другие методики не работают. Это правда. Это правда. Важно. Ведь, понимаете, у многих людей, у многих людей, у новичков, и это нормально, у них отсутствует понимание, что такое Джанго и как его изучать. Оно и у меня не было. Оно пришло, потому что я его изучаю там с версии, наверное, 1.3. Но уроки у нас в школе, начиная с 1.6, заканчивая 2. То есть, ну, грубо говоря, все версии у нас есть. И школа построена так, что один код в одной версии, другой код в другой версии. И это именно делает школу уникальной в плане изучения Джанго. Потому что, если кто-то думает, да, что вот прочитаете эту статью, что вот я возьму там, если 1.6 и возьму 2, то я буду изучать, и будут разные. Ребят, ну, давайте говорить так, что все учебники, начиная, для начала, они составлены поодинаковым. То есть, грубо говоря, любой начинающий учебник, вы прочитаете книжку для начинающего, писать вы не начнете. Это однозначно. Просто у вас будут первые азы. Второй момент. С проектами вы работать не сможете. Не сможете работать с проектами, которые написаны на разных версиях Джанго. Не сможете работать с проектами, которые имеют библиотеки. Почему? Надо сначала понять философию Джанго. Давайте я покажу на практике. Вот это версия 2. На данный момент она последняя, да, но потом будет 3, у нас в школе она обязательно будет, да. И вот я сейчас буду перелистывать. Вот здесь, в принципе, в справке в этой и собраны ядра Джанго, которые надо понимать. А теперь важно. А в ядре Джанго надо понимать то, что меняется в Джанго. Этим и сложен фреймворк Джанго. Потому что... Так вот, продолжу. Может, мысль сбится, но... Значит, Джанго, она меняет места библиотек. Она развивается таким образом, что в Джанго надо постоянно переписывать код. Это влечет за собой определенное понимание. Допустим, я не заметил, как прошло определенное время, я скажу честно, и вы не заметите, если такой, как я рекомендую изучать. Что я как-то себя словил на мысли, ну, скачал там, по-моему, редактор, я не помню. И сразу я посмотрел ошибки и полез править код библиотеки. А потом я себя ловлю на мысли. Стоп. Я вспоминаю, что когда-то я не мог с гитхаба вообще установить библиотеку. А сегодня вот как-то... Ну, я просто говорю, я про себя так думаю. Я правлю сразу библиотеку под себя. И вот думаю себе, Валера, а когда же это произошло? И я не заметил. Действительно не заметил. Так вот это архиважно. Вот вам версия 2, да? Стоп. Хорошо. Вот вам версия 2. Берем типы полей. И смотрим. Нуль, бланк, шойс. Дб колумб, дб индекс, дефаут. Хорошо. Вот здесь я меняю сейчас. Ставлю 1,7. Ой. Тот же раздел. Скажите, а что здесь поменялось? Тот же нуль, тот же бланк, тот же шойс. И я объясню, дб колумб, дб индекс может только добавиться. Может только добавиться. Но если человек с версии 1,6 понимал, что такое, допустим, дб индекс, то он будет это понимать и в джанго 2. И не важно, где она будет находиться. Так вот, ребята, смысл в том, почему моя методика работает. Вот я описал, вы найдете вот spb-tut.ru, вверху ссылка. Потому что ядро джанго не меняется. И вот тут почитайте, я очень хорошо описал, а как развивается вообще джанго. Я не буду сейчас рассказывать. Это не тема урока в данном случае. Поняли, да? И это многие даже не знают. Они думают, вот буду изучать джанго 2, а допустим, 1,8 она старая. А смысл один и тот же. Человек не допетривает, что там просто добавили стороннюю библиотеку, которой, если бы он работал джанго, он бы давно пользовался. И тоже бы не вызвало трудностей. То есть эти мелочи надо учитывать. Ребят, я то, что хотел рассказать, я в принципе рассказал. Я в данном случае, в данном случае, наверное, для меня будет важна фраза. А может для вас. В школе есть процесс. Процесс, который дает возможность человеку стать программистом. В большинстве своем курсы, где вы позанимались, допустим, 3 месяца и вас выбросили, вы выходите с кучей мусора в голове. Я бы не называл, скорее всего, это мусором. Я бы называл, скорее всего, это отрывками знаний, которые требуют разъяснения. В школе пожизненный доступ. И люди, люди... А, ну, кто-то оплатил. И люди имеют процесс. Ребята, вот что важно. Представьте, вот я рассматривал большинство курсов. Много. И все они дают одно и то же. То есть пошли одно и то же. Практически, грубо говоря, для новичка и выпихнули. Вот их цель, скорее всего, зарабатывать деньги. В школе уже, ну, уже, наверное, больше 12 в целом суток видео. Если я показывал как-то видео, что есть курсы от 400 до 800 долларов. Это обалдеть. Я сдаю за копейки в школе. И при этом, вот чем я лично могу сегодня отличить? Себя вот от других школ. И это уже факты. Факты для меня. Вы знаете, на самом деле, где-то в душе человек, не знаю, ну, какой-то ненаглый, да? Мне жена постоянно приходит и говорит, Валера, Валера, ты не ценишь себя. И я действительно, наверное, так оно и происходило. Ну, когда вот в 17-м году начало уже большее количество людей писать, что сменило работу, я начал понимать, что моя школа, она помогает. И она реально помогает. Единственное, конечно, у меня даже мысль не закрала взять и поднять цену. Хотя со стороны бизнеса это было бы, это неправильно. То есть, по сути дела, я как человек, который индивидуальный предприниматель, я должен думать о прибыли. Ребят, да небольшую прибыль я имею именно со школы, потому что цена невысокая и потому что человек оплачивает пожизненный доступ. Но у меня есть нечто большее, что я получаю, когда люди пишут вот то, что я вам показывал, сменил работу и многое другое. Наверное, это важно. Поэтому я же не сказал, давай лучше мы магазин откроем, просто отдельно. А школу оставим вот такой, какой она есть. Пусть она будет недорогая, потому что важно, когда человек сидит в глубинке, получает небольшую зарплату, имеет интернет. И он должен, он должен иметь возможность стать программистом, но если у него есть такая мечта. Понимаете, вот это важно, наверное. В общем, прочитайте и все поймете. Спасибо за доверие. И изучайте два языка, ребят. Это рекомендация. И где-то все-таки, когда вы... Ну, прочитайте статью и все сами увидите. Спасибо.